здравствуйте друзья к сожалению у нас не получилось с вами очно заниматься и провести лекцию поэтому с вашего позволения запишем в таком виде в таком формате в принципе сейчас по всей россии всему миру так в таком виде записываются занятия ведутся в дистанционной форме мы смиренно принимаем все что сейчас происходит в мире даже стоически и приступаем к работе значит наша лекция посвящена какому направлению лингвистики или даже можно сказать дисциплине фразеология русского языка или просто фразеология дисциплина очень интересная вы с ней сталкиваемся я думаю еще в классе четвертом пятом в принципе до конца обучение вы будете как-то сталкиваться что такое фразеологизм и я думаю вам не стоит говорить на принципе не стоит но и мы скажем все равно значит с вами мы прошли уже понятия амонимы понятия синонимы и так далее не просто прошли на школьном уровне но углубились достаточно подробно этим теперь фразеология фразеология это частично у нас греческое и французское слово то есть фразеологи фразеологи вы можете встретить французском языке извините что без акцента на францу без французского такого акцента прононса как его называют у нас все-таки русский язык не будем сейчас на этом на это обращать внимание и также греческое заимствование это фразис что означает выражение логос учения понятия логоса я думаю мы тоже с вами уже как-то проходили вы вспомните вообще слово многозначное конечно так вот фразеология фразеология это раздел языкознания изучающие фразеологический состав языка его современном состоянии историческом развитии это первое понятие второе понятие фразеология совокупность фразеологизма данного языка то есть фразеологический состав принято считать что фразеология как отдельная наука появилась у нас 20 веке сороковые годы родоначальником теория фразеологии призван признан швейцарский лингвист шарбали вот так выглядит так как его идеи оказали существенное влияние на развитие современной фразеологии шарбали занимался исследованиями в области лингвистики и фразеологии во французском языке однако его попытки систематизировать и классифицировать фразеологические единицы повлекли за собой ряд последовательных исследований в области фразеологии других языках других языках в том числе и в русском языке свои книги очерки а к сожалению а очерки стилистики шар шарбали выделил 4 группы словосочетаний вы обратите внимание здесь с английскими примерами здесь просто ссылка из книги свободные словосочетания как вы видите это сочетание лишенные устойчивости и распадающиеся после их образования привычные сочетания с относительно свободной связи компонентов которые допускают некоторые изменения фразеологические ряды где два понятия сливается почти в одно сочетание и и четвертая группа словосочетаний фразеологические единства сочетания где слова утратили свое значение и выражают неразложимое единое понятие каждая из каждую из групп мы охарактеризуем чуть позже подробнее и обратимся к классификации виноградово так вот своей более поздней работе шарбали работа называлась у нас а французская стилистика рассматривает сочетание привычные сочетания извините и фразеологические ряды как промежуточные типы словосочетаний какой сделал вклад шарбали в развитие такой дисциплины как фразеология его вклад в изучение фразеологии способствовал дальнейшему развитию фразеологических исследований в этом направлении работали наши мингвисты например такие как виноградов смирницкий кунин и так далее россия занимает первое место в мире в области изучения фразеологии кстати это характеризуется не только числом опубликованных работ кстати советские ученые больше степени занимались этим вопросом но и характером например ну вообще характером работы в этой области вот например поливан поливанов впервые поставил вопрос о фразеологии как а лингвистической дисциплине он считал что фразеология займет обособленную и устойчивую позицию в лингвистической литературе будущего последователь и его последователем был ларин который поднял вопрос о фразеологии как о лингвистической дисциплине также то есть это был последователь сами понимаете то есть он поддерживает придерживается такой же такого же такой же идеи такой же мысли как и поливану вопрос о фразеологии как о лингвистической дисциплине дисциплине также ставил и виноград однако предметом его исследования были фразеологизм и русского языка своих работах по фразеологии он сформулировал учения о фразеологических единицах русском языке и распределил их по семантическим группам труды виноградова способствовали появлению множества работ по фразеологии в языкознании тем не менее и после опубликованных работ виноградовым фразеология не стала считаться лингвистической дисциплине и не вышла за рамки изучения в изучении лексикологии то есть по-прежнему стояла на этом месте то есть изучалась только в разделе лексикологии это объясняется тем что несмотря на большое значение его трудов основные понятия фразеологии еще не были разработаны а как известно можно говорить о дисциплине как об отдельной науке только тогда когда определен ее понятийный аппарат также предмет и методы исследования выдающийся и лингвист смирницкий поддерживал определение фразеологии как отдельной лингвистической дисциплине ему принадлежат следующие строки внимание цитата и хотя изучение фразеологической сочетаемости занимается специальная наука фразеология являющаяся разделом лексикологии фразеологическая сочетаемость должна обязательно учитываться при изучении синтаксического строя языка таким образом можно предположить что выделение фразеологии в отдельную лингвистическую дисциплину принадлежит отечественной науке все-таки несмотря на то что это тема занимались многие ученые английские французские и так далее именно наши отечественные ученые все-таки выделили фразеологию как один отдельный дисциплину и в принципе чуть дальше мы поймем за счет чего это произошло так пока не переходим на это понятие фразеология возникла и развивается на стыке и на базе целого ряда крупных отраслей языка знаний таких как лексикология симосеология синтексис морфология стилистика социолингвистика и психолингвистика за последние десятилетия она превратилась самостоятельную лингвистическую дисциплину которая имеет свой объект и методы исследования теперь перейдем понятие фразеологической единицы или фразеологизма понятие которого вам наверное известно больше из школьного курса русского языка так значит предметом изучения фразеологии является фразеологическая единица как мы уже сказали по определению кунина фразеологическая единица это устойчиво сочетание алексеем с полностью или частично пересмысленным значением также слова и словосочетания специфичные для речи разных групп населения по классовому классовому или профессиональному признаку для литературного направления или отдельного автора можно назвать фразеологизмами некоторые исследователи включают фразеологические единицы в словарный состав языка а фразеологию в состав лексикологии главным образом потому что фразеологизм рассматривается как эквиваленты слов а лексикология это лингвистическая дисциплина изучающая словарный состав языка то и слова их эквивалентом фразеологизм состоят из слов которые являются главным объектом изучения лексикологии данные лексикологии дают возможность определить природу компонентов фразеологизма однако они являются значительно более сложными образованию чем словом фразеологическая единица или по-другому фразеологизм широко используется в литературе всех стилей без знания фразеологии без знания фразеологии невозможно что-то с интонацией произошло без знания фразеологии невозможно оценить яркость выразительность речи понять шутку а иногда просто и смысл замысел высказывания замысел автора и смысл высказывания прежде всего нужно уметь установить установить является ли данное словосочетание переменным или устойчивым словосочетанием для этого необходимо иметь большой рецептивный запас фразеологизма следует иметь ввиду что словосочетаниями также как и словами свойственна многозначность аммонимия причем одно из значений может быть фразеологическим и один из аммонимов фразеологизма фразеологизм может отличаться от переменного словосочетания лишь артикли если мы говорим например в контексте мира английского или французского языку но у нас это информация вообще для справки конечно например get get the push быть уволенным или например угол гоутю весе идти по направлению к морю я надеюсь не смутило конечно же своим произношением но примеры я должна посчитать привести это на примере опять же говорю повторяюсь английского языка чуть позже мы разберем на примере русского языка я просто показываю как вообще в принципе появлялись 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 знания о фразеологизм и их развитие изначально при переводе мотивированных фразеологизмов также как и переводе слов следует прежде всего передавать предметное а не не ассоциативное значение это для опять же того чтобы вы понимали как работают лингвисты с фразеологизм кстати чуть позже мы еще скажем о том что фразеологизмы некоторые фразеологизмы являются заимствованными из какого-то языка и я покажу расскажу как обычно происходит это заимствование теперь поговорим о признаках фразеологизм фразеологизм и имеет ряд существенных признаков это устойчивость воспроизводимость целое значение то что вы видите в принципе на экране фразеологическая единица это устойчивое образование однако взгляды лингвистов на устойчивость не совпадают вопрос устойчивости фразеологизм это важнейший во фразеологии вопрос согласно определению кони на фразеологическая устойчивость это объем инвариантности свойственные различным аспектам фразеологических единиц обуславливающих их воспроизводимость в готовом виде и тождество при всех узуальных и оказанных изменениях что еще не свойственно фразеологизмом фразеологизмом не свойственно образование по порождающей модели что это не что имеется ввиду как для переменных словосочетаний так и для переменных предложений также не свойственно допустим есть какая-то модель образование словосочетания например у нас любое например глагол плюс существительное в каком-то там падеже и попробуем придумать какой-то фразеологии конечно у нас ничего не получится потому что это фразеологизм это уже отдельно устойчивое словосочетание она имеет свой смысл фразеологии можно заменить словом одним что еще состав фразе фразеоматике извините фразеоматике входят устойчивые обороты с осложненным значением это обороты значения которых не является суммой значений их компонентов а новыми значениями ну например доброе утро здравствуйте всего хорошего и так далее второй признак фразеологизмом это устойчивость извините воспроизводимость что имеется ввиду воспроизводить воспроизводимость это регулярная повторяемость языковых единиц разности степени сложности что у нас воспроизводится обычно пословица поговорки составные термины нами наименование и так далее третий признак фразеологизма это целостность целостность это третье также постоянный признак фразеологизма целостное значение это единое значение фразеологизма которое трудно или невозможно вывести из значения образующих его составляющих частей то есть компонентов например втирать втирать очки целостное значение как правило достигается полным или частичным пересмыслением компонентов последующим образованием совершенно нового значения и стоит сказать о четвертом признаке хоть и нет у нас презентации но мы об этом все равно скажем четвертый признак это расчлененное строение оно также является важным и последовательным признаком фразеологизма фразеологизма втирать очки и свободное словосочетание читать газету построены по одному образцу глагол плюс существительное обвинительное поддержание таким образом и устойчивые и свободное сочетание слов является раздельно оформленными единицами и не различается по внешним грамматическим признакам фразеологизм своим составом сочетается в речи со знаменательным словом со знаменательным словом то есть полноценной единицей в стилистическом отношении фразеологизмы редко отличаются от слов основная масса слов стилистически нейтральная что нельзя сказать о фразеологизме основное значение которых это выражение разного рода оценок и отношение говорящего к высказываемым которые являются существенным элементом фразеологического значения текста состоящие из одних фразеологизма существовать не может это также опять же вам доставки возможно вам это понадобится знание когда вы будете выполнять заданием по этой лице теперь поговорим о поговорим о типологии фразеологических единиц такая какие когда это нам пока не подходит на экране видите что нас поднимается под под устойчивостью немного о типологии фразеологизмы и фразеологические сочетания отмер отражает многовековую историю русского народа своеобразие его культуры традиции поэтому фразеологизмы это высоко информативные единицы русского языка фразеологизм это фразеологическая единица идиома устойчивое сочетание слов которых характеризуется постоянным лексическим составом грамматическим строением и известным носителем данного языка то есть фразеологизм всегда известен носителем языка невыводимым и значение составляющих фразеологизмов составляющих фразеологизм компонентов извините это значение воспроизводится в речи в соответствии с исторически сложившимися нормами употребления и какие типы фразеологизм у нас фразеологических единиц или фразеологизма опять же у нас выделяется первый тип это фразеологическое сращение фразеологическое сращение это фразеологизм извините с полностью переосмысленным составом и мотивированным значением например мужественно терпеть фразеологические сращения это устойчивые сочетания, имеющие обобщенно-целостное значение, которое не выводится из значения составляющих их компонентов, то есть не мотивировано ими с точки зрения современного состояния лексики. Что имеется в виду? Допустим, есть у нас фразеологическая единица, которая ну, допустим, втирать в очки, опять же, фразеологическая единица, она сама по себе, понятно, что состоит из двух слов втирать и очки, но если и каждое это слово у нас существует отдельно в языке, сама по себе имеет какое-то значение, но при этом, если, ну, то есть втирать, понятно, какое значение, как у глагола, грамматическое значение, а очки существительные. Если вы будете отдельно употребляться в их существительной языке, если вы откидываете значение известного вам фразеологизма, их значение, да, значение фразеологизма, втирать очки, воспринимаете ее как отдельное высказывание, опять же, забывая о том, какое у него было изначально, какое за ним закреплено значение, вы не поймете, о чем идет речь, что значит втирать в очки, извините, втирать очки. Поэтому вот что называется фразеологическое насращение, то есть за этим выражением уже закреплено определенное значение, и оно не членится. Следующий тип это фразеологическое единство. Это фразеологизмы с полностью переосмысленным составом и мотивированным значением. Такие фразеологизмы могут иметь внешние аммонимы, то есть совпадающие с ними по составу целосочетания, употребляемые в прямом значении. В отличие от фразеологических сращений, утративших в языке свое образное значение, фразеологические единства всегда воспринимаются как метафоры или другие тропы. Например, так среди них можно выделить устойчивые сравнения. Прилипка, гванный лист, метафорические эпитеты, например, мертвая хватка или железная хватка, гиперболы, золотые горы, ну в принципе и так далее. Я думаю, что уже понятно из примеров, что имеется в виду. Точнее, примеров уже достаточно на эту тему. Есть также фразеологические единства, которые представляют собой перефразы, то есть описательные образные выражения, заменяющие одно слово. Так, что еще стоит нам сказать об этом типе? Некоторые фразеологические единства обязаны своей экспрессивностью, калампуру, шутке, положенном в их основу. Например, дырка от бублика. Выразительность иных строится на игре Антонио. Например, из огня до полымя. Фразеологические единства придают речи особенную выразительность и народно-разговорную окраску. Теперь поговорим о таком типе, как фразеологические сочетания, включающие в свой состав слово или ряд слов с фразеологически связанными значениями. Например, железные нервы. Это устойчивые обороты, значение которых мотивирована семантика, составляющая их компоненты. Один из которых имеет фразеологически связанное значение. Например, потупить голову или взор. В языке нет устойчивых словосочетаний, потупив руку или ногу. Глагол потупить значение опустить. Имеет фразеологически связанное значение и с другими словами не сочетается. Фразеологически связанное значение компонентов таких фразеологизмов реализуется только в условиях строгого определенного лексического окружения. Мы говорим, например, бабе лето. Что еще мы должны знать о... Ну, давайте тогда... Ну, например, вот еще, что стоит сказать. Фразеологические сочетания нередко варьируются, например, между собой. Например, работать не покладая руку. Что еще у нас... Еще давайте тогда рассмотрим следующий тип. Мы еще вернемся к этой типологии чуть дальше. Поговорим о ней. Сейчас просто хотя бы рассмотрим одну из классификаций. Например, еще одним типом является у нас фразеологические выражения. Это сочетание слов с непереосмысленным, но постоянным составом и значением. Многие фразеологические выражения имеют принципиально важную синтоксическую особенность. Они представляют собой не словосочетание, а целое предложение. Стремление отделить фразеологические выражения от собственных фразеологизмов побуждает лингвистов искать более точное для них наименование. Иногда их называют фразеологизированными сочетаниями, фразеологизированными выражениями. Уточняя понятия, иногда к сочетаниям этого типа предлагают относить не все пословицы и поговорки, а только те, которые приобрели обобщенно-переносный метафорический смысл и воспринимаются как единицы, близкие к собственному фразеологизму. Ну, к примеру, звездный час. Таким образом, в отделении четвертой, последней из рассмотренных групп фразеологизмов ученые не достигли единства и определенности. Различия объясняются многообразием и неоднородностью языковых единиц. Имеется в виду именно фразеологизм, которые по традиции зачисляют состав фразеологизма. Существуют, конечно, и другие классификации, берущие за основу разграничения типов фразеологизмов, но о них мы поговорим чуть позже. Что еще мы можем сказать? Конечно, нас интересуют отношения в системе фразеологии. Вот мы рассмотрим, например, такие отношения, как отношения синонимии и адонимии. Фразеология русского языка представляет собой встроенную систему. Кстати, вот у нас примеры. Фразеология русского языка представляет собой встроенную систему. Она обладает автономностью, поскольку фразеологизм принципиально отличается с одной стороны от отдельных слов, с другой стороны от свободных словосочетаний. И в то же время входит в более сложную систему общенационального языка, находясь в определенных отношениях с разными уровнями языка. Как и слова, фразеологизмы состоят из фонем, которые выполняют смыслоразличительную функцию. Это определяет системные связи фразеологии с фонематическим уровнем языка. Фразеологизмы по-разному соотносятся с различными частями речи, что характеризует их системные связи на морфологическом уровне. Выполняя определенные синтаксические функции, в предложении фразеологизма находятся системы в отношении с другими языковыми единицами на синтаксическом уровне. В составе фразеологической системы русского языка выделяются разнообразные парадигмы фразеологизмов, объединяемых по их характерным признакам. Кроме уже упомянутых групп по фразеологизмам, можно рассмотреть и ряд других, исходя из, собственно, лингвистических признаков. Например, фразеологизмы однозначные, многозначные, амонимичные, синонимичные, антонимичные и некоторые другие. По стилистическим особенностям различаются фразеологизмы стилистически маркированные и нейтральны. Причем первые позволяют выявить в своем составе различные пласты, существенно отличающиеся по стилистической окраске и стилевой принадлежности. Сидогматические отношения фразеологизма характеризуются возможностями их сочетаемости с определенным кругом лексических единиц. Одни фразеологизмы отличаются весьма ограниченной сочетаемостью, но не сочетаются с другими уровнями языка. Иным фразеологизмам свойственна единичная замкнутая сочетаемость. Их можно употребить лишь с одним единственным словом. Однако среди фразеологизмов немало и таких, которые обладают разнообразием синтагомистических связей. Остановимся более подробно на системных связях фразеологических единиц, определяемых лингвистическими особенностями. Например, рассмотрим сейчас синонимические отношения в фразеологии. В фразеологизмах. Фразеологизм, обладающий более близким или тождественным значением, вступает в синонимические отношения. Богатство фразеологических, как и лексических синонимов, создает огромные выразительные возможности русского языка. Фразеологические синонимы могут отличаться друг от друга с лексической окраской. К примеру, фразеологические синонимы, как и лексические, могут отличаться и степенью интенсивности действия. Проявление признака. Например, обливаться слезами или утопать слезах. Каждый из последующих синонимов из этого примера называет более интенсивное действие по сравнению с предыдущим. Если вы вспомните, мы на лекции говорили с вами о синонимии и о том, что существует ряд синонимических пар. Существует синонимический ряд, в котором лексические единицы делятся также и по парам. Каждая последующая единица от предыдущей отличается стилистическим компонентом. Возможно, это различное употребление, допустим, какого-то из лексической единицы в различных стилях. Например, это может быть разговорный стиль, это может быть нейтральный и так далее. Обычно первая единица у нас считается, как правило, будем так говорить, как правило, нейтральной. От нее уже дальше следующая лексическая единица имеет уже какую-то коннотацию, то есть оценку. У отдельных фразеологических синонимов могут повторяться некоторые компоненты. Это тоже стоит учесть. Ну, если, конечно, в основе фразеологизмов лежат разные образы. Ну, тогда в этом случае мы имеем право говорить, что это синонимы. Вот обратите внимание у нас на примеры фразеологизмов-синонимов. Например, два собака пара, одного поля ягоды. Перековать мечи на орала выложите меч в ножны. В ножны, извините. Так, антонимию мы сейчас рассмотрим. Антонимические отношения во фразеологии развиты меньше, чем синонимические. Антонимия фразеологизмов часто придерживается антонимическими связями их лексических синонимов. Например, например, антонимов вы видите перед собой. Компоненты, придающие таким фразеологизмам противоположные значения, часто являются лексическими антонимами. Но могут получать противоположные значения только в составе фразеологизма. Теперь поговорим о многозначности фразеологизма или по-другому полисемии, о котором мы говорили с вами на примере слов. Слова, понимаете, это у нас все-таки относятся к лексике. И на примере слов мы с вами рассматривали, как появляется полисемия у слова. Извините, мы рассматривали, как вообще, в принципе, появляется полисемия у слова. Большинство фразеологизмов характеризуются однозначностью. Они имеют лишь одно значение. Их семантическая структура достаточно монолитна, неразложима. Но есть фразеологизмы, обладающие нескольким значением. Примеры вы, конечно, видите у себя на экране. Многозначность обычно возникает у фразеологизмов, сохранивших в языке частично мотивированных значений. Причем многозначность легче развивается у фразеологизмов, которые имеют целостное значение и по своей структуре соотносительно с словосочетанием. Дальше рассмотрим такую систему, как амонимия в фразеологии. Амонимические отношения. Вы можете, конечно, посмотреть, как это выглядит на экране у себя. Амонимические отношения фразеологизмов возникают тогда, когда одинаковые по составу фразеологизмов вступают в совершенно разных значениях. Опять же, вы видите за спиной под защитой, за спиной тайной, за спиной позади, в прошлом. Амонимические фразеологизмы могут появляться в языке, если в основе образных выражений оказываются разные признаки одного и того же понятия. Такая амонимия является результатом случайного совпадения компонентов, образующих фразеологические обороты. В иных случаях, извините, источников фразеологических амонимов становится окончательный разрыв в значении многозначных фразеологизмов. Например, ходить на цыпочках. Ходить на цыпочках послужила основа для появления его образного амонима ходить на цыпочках, то есть заискивать, всячески угождать кому-то. Имеется в виду, первое значение было ходить на кончиках пальцев, то есть тихо, а второе заискивать. Вот тут произошло как раз-таки появление дополнительного смысла, которое отличается от предыдущего семантическим компонента. То есть имеет абсолютно разное значение, не связанное друг с другом. О том, как появляется амонима, вы можете... Вы можете это вспомнить из лекции, которая у нас проходила, насколько мне помнится, в декабре последний раз. И на этом же примере рассмотреть и появление амонимии в фразеологии. Особенно следует сказать о внешнем, так называемом внешнем, внешнем амонимии в фразеологизме и свободных словосочетаниях. Например, фразеологизм пробить лёд означает сделать первый шаг. А семантика свободного сочетания полностью мотивирована значениями входящих в него компонентов. Например, нужно разбить лёд, чтобы ходить было легко. Поскольку свободное словосочетание принципиально отличается от фразеологизма, говорить об амонимии таких выражений в точном значении термина нет основания. Это случайное совпадение языковых единиц разного порядка. Стоит сказать теперь о стилистике фразеологизма. Даже о стилистическом расслоении фразеологии в русском языке. Русская фразеология отличается богатством функционально-стилевых и эмоционально-экспрессивных синоним. Стоитическая окраска фразеологизма, как и слов, обуславливает закрепление их в определенном стиле. В составе фразеологии выделяют две группы фразеологизма. Общепотребительные фразеологизмы, не имеющие постоянной связи с тем или иным функциональным стилем. И функционально закрепленные фразеологические единицы. К первым можно, например, отнести время от времени. И, например, у нас стилистически нагруженная единица, но можно назвать фразеологической единицей. Можно назвать такую единицу, в пример, как заварить кашу. В отличие от общепотребительной лексики, представляющей весьма значительную часть русского языка и словаря, общая употребительная фразеология по количеству единиц занимает скромное место во всей массе русской фразеологии. Функционально закрепленные фразеологизмы стилистически неоднородные. Их парадигмы отличаются степенью экспрессивности, выразительностью эмоциональных свойств. Самый большой стилистический праздник в фразеологии составляет разговорная лексика, которая используется преимущественно в устной речи. Например, к разговорному стилю относится заварить кашу, как свои пять пальцев со всех ног, два сапога пара, набить карман. Разговорный фразеологизм, как правило, образен, что придает им особую экспрессию, живость и яркость. Употребление их в речи слушает своеобразным противодействием речевым штампам и консульализмам. Просторичная фразеология в целом близка к разговорным. Но отличается больше сниженностью стилистическими. Например, крочевать мозги, дело в шляпе, дуре о башках. Другой стилистический пласт образует книжная фразеология. Она употребляется в книжных функциональных стилях, преимущественно в письменной речи. В составе книжной фразеологии выделяется научная, например, термины какие-то, центр тяжести, щитовидная железа и аттестат зрелости. Публицистическая, люди добрая воля, официальная деловая, иметь место ввести в эксплуатацию и так далее. Точнее, на этом все заканчивается. Книжных фразеологизмов в русском языке гораздо меньше, чем разговоры. И в числе не только собственного фразеологизма, но и фразеологизированные выражения из научно-технологических и профессиональных систем, употребляемых в переносном значении. Например, сгущать краски, сводить к нулю. Книжную окраску имеют и фразеологизмы, пришедшие в язык из собственно политической, полицистической, художественной литературы. Например, док закона. Ну, в нашем случае книжным относится «Свездный час», «Терновый ленец», «Яблоко раздуй». Особого внимания заслуживает стилистическая характеристика фразеологических средств с точки зрения эмоционально-экспрессивного. Вся фразеология делится на две группы. Нейтральная, то есть не обладающая коннотативным значением, и экспрессивно окрашенная. Мне так просто тяжело рассказать. Сейчас нужно посмотреть, на какой минуте. 15-33. А, у нас просто фотографии. А, все, понимаем. Так. Нейтральные фразеологизмы, например, такие, как Новый год, друг друга и открытое собрание. Они входят в состав общепотребительной фразеологии, функционально незакрепленных. Кроме того, специальные фразеологизмы, имеющие четкую функциональную прикрепленность, также лишены дополнительных коннотативных значений, например, знаки пропинания или трудовой стаж. Метафорическое употребление многих терминологических сочетаний, которые сопровождаются их детерминологизацией, изменяет их стилистическое качество. Они становятся экспрессивными, как и всякие образные выражения. Большой стилистический пласт составляет фразеологизмы с ярко-эмоциональной экспрессивной окраской, которая обусловлена их метафоричностью, использованием в них разнообразных поразительных средств. Именно так фразеологизмы разговорного стиля окрашены фамильярные, шутливые, ироничные, презрительные тона. Например, как снег на голову, мокрая курица, в то время как книжным фразеологизмом присуще возвышенное торжественное звучание, уйти из жизни, покинуть бренный мир, сжечь мосты. Что еще нам следует сказать об этом? Давайте поговорим об основных способах преобразования фразеологизмов. Употребление фразеологизмов придает речи живость, образность. Именно поэтому фразеологизмы используются не только в живой разговорной речи, но часто служат средством выражения мыслей журналистов, писателей, юмористов, сатириков и так далее. Творческое преобразование фразеологизмов заслуживает более подробного рассмотрения. Остановимся на некоторых приемах фразеологического новаторства журналистов и писателей. Испытанным стилистическим приемом обновления семантики фразеологизмов является изменение в них количества компонентов. Оно выражается в расширении состава фразеологизма за счет употребления слов с тем или иным компонентом, что может изменить фразеологизм до неузнаваемости, придав ему новую образную форму. Например, доказывает что-либо с пеной ворота. Повышенная стилистическая окраска в приведенном примере достигается прежде всего расширением компонентов, что позволяет придавать высказыванию особой эмоциональной экспрессивности. Для чего используется этот прием, стоит сказать? Только для того, чтобы усилить, повысить экспрессивность высказывания. Для этого используется именно изменение количественного состава фразеологизма, за счет чего еще и изменяется фразеологизм качественно. Замена словарных компонентов фразеологических оборотов также используется для их иронического переосмысления. Подобное преобразование фразеологических выражений приводит к коренному изменению их значения, что создает острый сочирический эффект. Своебратным стилистическим приемом в использовании фразеологизмов является контоминация нескольких выражений, то есть использование двух различных по значению фразеологизма в одном предложении. Такое скрещение, в кавычку, конечно, слово скрещение, возвращает фразеологическим компонентам первоначальное лексическое значение. А сами фразеологизмом влекают в новую образную систему, что придает особую семитическую емкость и экспрессивность подобным каламбурам. Что еще нам стоит сказать? Употребление в речи фразеологизма создает определенные трудности, поскольку языковая норма требует их точного воспроизведения, что не всегда учитывается говорящим. Так довольно часто в ненормированной речи довольно часто встречается сочетание образованной из фразеологизма и избыточных определений к их компонентам. Стоит сказать, что, если давать оценку данному процессу, то необходимо сказать, что чаще всего расширение смысла фразеологизма не оправданно. Несмотря на сложность и многогранные значения и форм фразеологизма, на наличие некоторых трудностей использования фразеологизма в живой разговорной речи, они являются одним из самых ярких орудий выражения человеческой эмоции и чувств. Процент наличия фразеологизма в языке тесно связан с показателем развития культуры того или иного народа, поскольку фразеологизм и их этимология являются выражением этой самой культуры. Традиции и обычаи считаются негласными основоположниками возникновения фразеологизма в речи. Однако нельзя продолжать употреблять живой разговорной речи все фразеологизмы без исключения. Многие из них с течением времени не устаревают. Их употребление может показаться смешным. Особенно это касается тех, кто изучает иностранный язык. В русском языке с точки зрения наличия в его обширной системе фразеологизмов и фразеологических оборотов является, пожалуй, одним из самых богатых. Фразеологизм занимает огромный пласт в структуре русского языка. Все события, которые происходят в России, отражаются в фразеологической системе. Это политика, спорт, культурные события, посрединная жизнь. Это неполный, конечно же, список тем, которые отражаются в русской фразеологии. Теперь поговорим о классификации фразеологизма в более подробном. И рассмотрим две классификации. Самые известные из них это классификация Виноградова и Анисимова. Работы Виноградова, которые, я думаю, вам тоже уже известны, имели огромное влияние на исследования в области русской фразеологии. Сематическая классификация фразеологизма в Виноградово широко распространена. С точки зрения сематической слитости компонентов, все фразеологизмы разделены на три группы. Фразеологические возвращения, немотивированное значение выступающего как эквивалент слов, например, спустя рукава, бейбоклуши, каменной, как звали, учерт на куличку. Фразеологические единства – это мотивированные единицы с единым целостным значением, возникающим из слияния значений лексических компонентов. Например, плыть по течению. Сейчас мы вернемся к этой классификации. Между фразеологическим сращением и единством много общего, но также имеется расхождение. Фразеологические сращения утратили внутреннюю форму, поэтому и значение является целостным, немотивированным. Отдельные фразеологические единства постепенно перерождаются с возвращением. То есть, мы уже говорили с вами об этом. Преградить путь, например, если мы говорим о единстве, в принципе, само по себе выражение понятно, а вот, то есть, оно мотивировано. Рить поле или на все корки у нас уже утратили внутреннюю форму. То есть, мы не понимаем, что они значат, без обращения к словарю. К фразеологическим сочетаниям относятся воспроизводимые словосочетания, состоящие из двух знаменательных слов, одно из которых имеет свободное... одно из них, которое имеет свободное, другое связное значение. Подобное сочетание не является эквивалентом. Например, закадычный друг, страх берет, тоска берет, смех берет. В классификации Виноградова отсутствует единый принцип классификации фразеологических единиц. Насращение и единство отделяются друг от друга по признаку мотивированности фразеологических единиц. Фразеологические сочетания по признаку ограниченной сочетаемости слов. Лингвист Анисимов выделяет три группы фразеологических единиц. Фразеологические единицы классифицирующего характера. Сюда относят обороты, обозначающие более частные видовые понятия по отношению к понятиям, обозначаемым вторым компонентом. То есть существительным, не фразеологические единицы. Первый компонент прилагательный имеет чаще всего, по модели такой построенный, прилагательный плюс существительный. В таких фразеологических единицах имеет классифицирующее значение, то есть именно прилагательное. Оно указывает на признак обозначаемых понятий, отличающие эти понятия от подобных им. Следующее это фразеологические единицы и фразеологические сращения. Существуют различные критические замечания по поводу классификации Амосовой. И Кунин считает, например, что в основе классификации Анисимовой не положен единый принцип классификации. Что мы в принципе и видим. Грамматика на уровне грамматики, на уровне лексики происходит классификация. Происходит разделение фразеологических единиц. То есть различные дефинцирующие признаки, по которым классифицируются единицы. В основе выделения фразеологических единиц сращения лежит степень семантической слитости их компонента. Во фразеологических единицах классифицирующего характера один компонент классифицирует другой. Также, я думаю, что стоит сказать о классификации Дербуковой и Амосовой. Дербукова предлагает новый вариант классификации фразеологических единиц. Она указывает на то, что семантически связанным оказывается то и значение слова, для реализации которого не будет значение. Необходимо наличие одного строго определенного слова. Дербукова утверждает, что одна ограниченная сочетаемость не является обязательным признаком его фразеологической связанности. Дербукова делит фразеологические единицы на две группы. Это фразеологические единицы, семантическая связанность которых вызывается подчиненностью лексических компонентов целостному значению словосочетания. и фразеологические единицы. И фразеологические единицы, семантическая спаянность которых обославливается фразеологической связанностью одного из компонентов. В своей работе Дербукова не опирается на исследования других лингвистов. Автор не использует... не пользуется термином единства сращения. Извините, термина не единства сращения. Она выделяет группу с целостным значением, зависящим от подчиненности лексических значений компонентов целостному значению словосочетания. По мнению Кунина, эта классификация является неудачной. И рассмотрим еще классификацию Амосовой. Амосова выделяет два типа фразеологических единиц. Это фраземы и идиомы. Фраземы это... фраземы это единица постоянного контекста, в которой указывается... указательный минимум, требуемый для актуализации данного значения семантически реализуемого слова, является единственно возможным и постоянным. Второй компонент является указательным минимумом для первого. Фраземы легко переходят в переменные сочетания слов, так как единичная сочетаемость у них является неустойчивой. Обороты, образующие такую модель, не являются фразеологизмами, а салсочетаниями, входящими в группу переменных устойчивых сочетаний слов. И рассмотрим еще классификацию Смирницкого. Классификацию фразеологических единиц. Смирницкий по структурному принципу делит фразеологические единицы на одновершинные, двухвершинные и многовершинные. По его мнению, одновершинные фразеологические единицы это обороты, подобные производным словам, в которых имеется один семантический полноценный элемент. Двухвершинные и многовершинные фразеологические единицы это обороты, подобные сложным словам, где таких полнозначных компонентов два и более. Помимо структурного деления, Смирницкий делит фразеологические единицы по стилистическому принципу. Он различает фразеологические единицы и идиомы. Фразеологические единицы стилистически нейтральные обороты лишены метафоричности или потерявшие ее. Идиомы основаны на переносе значений. Метафоре, которая означается говорящим, извините, осознается говорящим. Свою классификацию Смирницкий не включает фразеологические сращения, фразеологические выражения и фразеологические сочетания. По мнению Смирницкого, фразеологические единицы поседневно употребляются в речи россиян, русскоговорящего народа. То есть они являются неотъемлемой и необходимой частью языка. А идиомы это украшение языка. Подобные значения вызвало критику Кунина. Он считает, что можно прекрасно говорить на любом языке, не пользуясь образными средствами. Фразеология делает речь яркой и образной. Теперь поговорим об этимологии фразеологизма. Как же все-таки у нас в фразеологизме появляются источники пути? Рассмотрим. Источники появления фразеологизма очень разнообразны. Кунин делит фразеологизм на два класса. Исконно русские фразеологические единицы и заимствованные. Заимствованные фразеологические единицы в свою очередь делятся на межязыковые и внутриязыковые. В особую группу выделяются заимствования в иноязычной форме. Таким образом Кунин выделяет четыре группы. Исконно русские фразеологические единицы, заимствованные фразеологические единицы, то есть межязыковые заимствования. Что имеется в виду? То есть заимствования из иностранных языков путем того или иного вида перевода. Это внутреннеязыковые заимствования, то есть заимствования из допустим из славянских групп языков. И четвертое это фразеологические единицы, заимствованные в иноязычной форме. Большинство фразеологизма в современном русском языке является исконно русскими оборотами, авторы которых обычно неизвестны. Среди исконно русских фразеологических единиц можно выделить следующую группу. Фразеологические единицы нетерминологического происхождения, фразеологические единицы терминологического происхождения и фразеологические единицы из других литературных источников. Фразеологические единицы первой группы в свою очередь разделяются на несколько подгрупп. Фразеологические единицы, отражающие традиции и обычаи русского народа, например, ну если мы будем рассматривать на примере перевода, то это выносить приговор. Что имеется в виду, например, в фразеологической единице, выносить обвинительный приговор, пришла к нам из, фразеологическая единица пришла к нам из Англии. В Англии оглашая смертный приговор, судья надевал черную шапку. Что еще у нас можно сказать? Так, тогда осмотрим вторую группу. Это фразеологизмы, связанные с реалиями, с российскими реалиями. Так, что еще? Третья группа у нас. Например, кстати, есть, выделяют еще одно, группу. Это фразеологизмы астрологические. Ну, к ним можно будет, например, отнести... Так, сейчас я вам покажу. Такие, как звездный час, например, у нас относятся к астрологической группе. Если мы будем говорить о реалиях, например, поскольку у нас фразеология начинается с Англии и Франции, то английские лингвисты выделили также еще одну группу. Это группа... Это группа фразеологизмов из взятых у Шекспира. В принципе, тоже известны эти фразеологизмы. Мы их используем достаточно часто. Это, например, в монастыре, аферия в монастырь. Или взятые из фразы из Гамлета. Быть или не быть? Вот в чем вопрос и так далее. Что еще? Какую группу мы можем выделить? Это фразеологические единицы, связанные с преданиями. Или, например, с карикатурами на кого-то. Также это фразеологические единицы, связанные с историческими факторами. Фактами, извините. Что еще интересного мы можем из этого взять? Ну, в принципе, основные пути мы уже сказали. Это... Еще раз можно подвести итог. Это у нас литература. Это у нас исторические события. Это события спортивные, культурные. Сюда же входят, допустим, если обобщать, то искусство. Это и музыкальные какие-то произведения. Ну, в принципе, таким путем приходят фразеологизмы в наш язык. Что еще у нас интересует? Терминологическое происхождение. Вот фразеологизма. Вторая группа исконно русских фразеологических единиц имеет терминологическое происхождение. Их источником является профессиональная речь. Большое число подобных фразеологизмов вышли... Большое число, извините, подобных фразеологизмов вышли за пределы профессионального употребления и стали употребляться метафорически. Например, складывать оружие, быть сбитым с толку. Это у нас из морской... фразеологической единицы, имеющая морское происхождение. Морское... То есть употреблялось моряками. Что еще? Какие у нас пути? Ните аналогически рассмотрели. Так, так, так. Такой пытаюсь найти пример, чтобы было понятно. Одним махом, кстати, например, да, это у нас тоже и спортивные... имеющиеся спортивное происхождение, фразеологизм, имеющиеся спортивное происхождение. Так. Кстати, не в бровь, а в глаз также имеет у нас считается, ну, грубо говоря, морским происхождением, вообще мы имеем в виду, что употреблялась речь моряков. Опять же, мы это оговариваем. Мы это оговариваем, точнее, я просто буду использовать для экономии речевых ресурсов такой путь, который мы обозначим термин морской. Что еще интересно вам? Положить на лопатки, также спортивного. и спортивной лексики пришел нам, пришел фразеологизм. Что бы еще? А, кстати, вот фразеологизм, который пришли из других сфер, это, например, подводить итоги, принять компромиссное решение, пойти на компромисс. Есть карточное происхождение фразеологизмов, например, это сорвать банк. Ну, вы понимаете, сорвать банк, это имеется в виду добиться полного успеха. Так, вот, также, конечно, стоит сказать о том, что у нас фразеологизм еще имеет и библейское значение, точнее, происхождение. но в целом пути появления фразеологизма или по другому источнике возникновения фразеологизма различны. Сама наука, не наука, извините, а дисциплина фразеологии до сих пор развивается в временном русском языке. На данный момент любое событие, которое происходит в жизни страны, находит отражение в языке, то есть оставляет свой отпечаток. Допустим, если у нас сейчас актуальна проблема вируса, то через какое-то время, буквально, может быть, через месяц-два появятся какие-то выражения, которые будут нас отсылать вот к этому периоду, то есть когда речь идет о вирусе. Сама по себе фразеологическая система очень интересна для исследования. чаще всего в русских празеологии занимаются исследованием перевода, сравнением переводных празеологизмов, то есть ищут эквиваленты в языках с одинаковым значением. и на удивление во многих языках можно найти синонимы фразеологических единиц, которые существуют в нашем языке. Также пласт фразеологии у нас исследуется, когда мы говорим об исследовании, об изучении, точнее даже больше исследования языковой личности, потому что человек, владеющий хорошим, имеющий неплохой лексический запас, способен уместно и правильно употреблять фразеологические единицы, что характеризует его как успешную языковую личность. появится, точнее стоит сказать, что у нас задания к этой лекции будут строиться следующим образом. Во-первых, мы подберем, вы должны будете подобрать синонимы к фразеологическим единицам, антонимы, то есть полностью оценить лексический потенциал определенного фразеологического оборота, имеется в виду построить как раз системную связь с каким-то из фразеологизма, рассмотреть фразеологические связи, фразеологическую систему, да, то есть выходим на уровень антонимии, сеномимии, опалисемии, амонимии и так далее. Также, возможно, вам придется столкнуться с тем, что придется объяснить, догадаться об этимологии фразеологической единицы или фразеологизма. я думаю, что вы в принципе, точнее, примеры будут фразеологических единиц такие, что у вас получится восстановить этимологию. Я надеюсь на это, конечно же. но в целом лекцию можно считать завершенной. Если возникает вопрос, вы всегда можете их задать мне. Я думаю, что всем доступна моя почта, всем, кто ходит на лекции, занимается на... да, посещал когда-то лекции. И вы можете задавать вопросы мне на почту, писать вопросы мне на почту. Спасибо за внимание. Надеюсь, вы что-то узнали сегодня интересное. Прошу извините меня за то, что периодически были какие-то опечатки, в кавычках, конечно, берем это слово в речи. Сложно говорить на камеру. Так что, ребята, не болейте. и работайте. Я желаю вам продуктивной работы и успехов в подготовке и сдаче экзаменов и, конечно же, выполнению олимпиады по русскому языку. всем до свидания. Надеюсь, вам понравилось.